Дима, во сколько лет ты научился читать? Ну, мне кажется, лет в 5-6, но ты знаешь, мне очень интересно, а можно ли научиться читать раньше? Как раз на эту тему мы сегодня немножко и поговорим. И у нас сегодня в гостях директор школы одаренных детей, интеллект-скулс, автор программы «Развитие памяти. Внимание. Мышление. Через обучение чтению». Рассол Юлия Александровна. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, почему в современном мире вопрос обучения чтению стоит особенно остро? Ну, во-первых, если в прошлом дети в основном играли с бумагой, с ножницами, рисовали, раскрашивали, то в современном мире мы имеем очень большое количество гаджетов. И дети знают о том, что они могут нажать одну-две кнопки и знают, где взять ту или иную информацию для себя, опять же, раскрасить. Ну, есть программы разные раскрасить, найти, соединить и так далее. И дети не прикладывают никаких усилий. А мы знаем, что именно мелкая моторика развивает центр чтения и письма и связана с центром речи. Поэтому мы знаем, и логопеды об этом всегда говорят, что очень много нужно работать руками для того, чтобы развивалась речь. В современном мире у детей формируется, благодаря гаджетам, опять же, кликовость мышления. И это тоже такая особенность, когда не нужно запоминать. Но память наша, так же, как и мышцы в человеческом теле, требует тренировки постоянной. Поэтому вот и в современном мире очень много детей, отстающих в развитии речи. А расскажите, пожалуйста, а что делать, если мы понимаем, что ребёнок как-то увлёкся уже своим гаджетом, вот ребёнок 4 года, и вот он только перелистывает там что-то. Вот как всё-таки его к чтению-то побудить? Ну, во-первых, сейчас очень много школ, где можно дополнительного образования, где можно заниматься. Во-вторых, очень много для родителей в интернете в том же самом комментариев и уроков, как увлечь ребёнка занятиями. Нужно больше порисовать, раскрашивать, выстригать, опять же, не бояться, чем раньше, тем лучше. То есть вот, по сути, работа с ножницами, она в том числе помогает и обучению чтению, да? И когда дети трёхлетние занимаются обучением чтению, что они делают в основном? Они в основном выстригают, лепят, играют, но играют с буквой, со знаком. И в тот момент, когда человек обращается вообще к знаковой системе языка, а это письменная речь, в его голове начинают работать все клетки головного мозга. И таким образом происходит стимуляция развития памяти, внимания, речи, соответственно. И интерес к тем же самым буквам. И интерес к тем же самым буквам. Но не нужно забывать, что детей интересует буква как таковая. Она для них не имеет значения, как знак какой-то, который там что-то значит, или под собой какое-то имеет значение. Но пока они с ней как-то общаются, да, они уже её запоминают, да? Да, они общаются с образом букв, да, со звучанием буквы или слога. И поэтому вот, когда родители сами пытаются учить детей читать, нужно помнить о том, что важно, допустим, букву согласную называть звуком твёрдым. Там б, в и так далее. Второе, что важно, что когда дети играют со слогами и начинают называть слоги, они просто их называют. И для них они ещё не имеют значения слова. И не надо просить, например, детей повторить. Там ма, ма, что ты прочитал? Ребёнок, как правило, механически в начале своего пути к обучению и чтению, он механически называет слог. Вот ма, ма, там, бо и так далее. И это как тоже игра. И только когда ребёнок уже очень хорошо знает слоги, когда это в нём автоматизируется, он начинает понимать слово. Поэтому повторять, вот ма, ма, что ты прочитал? Ребёнок смотрит на родителей и думает, что же я прочитал? Ну, как бы, ничего особенного. Сейчас очень многие родители спорят, во сколько лет их ребёнок, их чадо должно уметь читать. Кто-то говорит, что, может быть, тебе не надо до школы учиться, это само придёт. Кто-то вот уже с трёх лет сидит, учит, учит, вот так, так, так и так нужно. Всё-таки как вот вы скажете, во сколько ребёнок должен читать? Ну вот, во-первых, не совсем он должен читать. Возможно, даже если вы начнёте заниматься с ребёнком с года там или раньше, как есть такие методики обучения, вообще с пелёнок обучения чтению. Не факт, что он начнёт у вас читать в три года, это тоже связано с особенностями развития вообще детей, но считается, чем раньше, тем лучше, потому что это даёт именно такое всестороннее развитие. То есть если мы, допустим, творчески развиваем ребёнка, да, то есть у нас развивается, опять же, только мелкая моторика, развитие речи и происходит, ну, маленьких детей. А когда мы занимаемся именно обучением чтению, здесь развивается и логическая память, и мышление, потому что ребёнок, он, когда начинает читать слово, да, он начинает эти слова связывать в семантические конструкции и, соответственно, понимает смысл прочитанного. А мы знаем, что язык, это тоже, он подчиняется определённой логике, и знание языка, чувство языка, оно вот рождает тоже, развивает мышление и интеллект, прежде всего. То есть обучаться можно начинать уже вот прямо с самого раннего возраста, чтобы ребёнок уже привыкал к буквам, да, может быть, не совсем до конца всё понимая, но, по крайней мере, эти образы он уже будет запоминать как-то, да, для себя. Ну, самое оптимальное, начинать, конечно, с трёх лет, потому что, если раньше, то это очень большая и трудоёмкая работа именно родителей. А если вы начнёте заниматься с трёх лет именно обучением чтению, то здесь вы можете обратиться к специалистам, и специалисты смогут вам в этом помочь, и в игре ребёнок не будет чувствовать трудностей, ему будет очень легко. А вот само обучение чтению, может ли оно помочь детям, которые немножко, может быть, отстают в своём развитии? Ну, вот, во-первых, мы говорили о том, что чтение влияет на или возбуждает все клетки головного мозга, известные на данный момент учёным. И об этом эта информация подтверждена учёными и физиками, и лингвистами. То есть, и когда вот вы, когда ребёнка мы, отстающего, скажем так, ну, где-то он запоздал в развитии, когда ребёнок начинает, опять же, занятия по обучению чтению или заниматься вообще чтением, быстрым чтением, то, опять же, влияние вот на память, внимание и мышление, вот, серьёзное происходит, тренировка усидчивости, и дети начинают постепенно выправляться. Вот, но здесь нужно работать совместно с логопедом, потому что, как правило, у детей, у которых есть нарушения, то нужно, чтобы логопед помогал поставить звуки детям. Огромное спасибо, что поделились с нами этой информацией. Друзья, нам остаётся только пожелать всем детям начинать читать как можно раньше, ну, а взрослым читать как можно больше. Я напомню, у нас в гостях была директор школы одарённых детей «Интеллект Скулс», автор программы «Развитие памяти и внимания и мышления через обучение чтению» Рассол Юлии Александровны.